Слава Украине! Прилицем от Полонского. Я только что взял грех на душу, это серьезный грех, серьезный. Я как-то придется доведать это спокутывать, да, каким-то образом. Но я посмотрел только что интервью Олечки Сливной Бачок из Пхеньяна, из Северной Кореи. Господи, прости, бедные россияне. Вы, наверное, когда сидели на кухнях дома и рассуждали, что вы вне политики, и что вас это все не касается, и никогда в жизни не коснется и вам по барабану, вы, наверное, в самом страшном сне не представляли, куда вас будут тянуть, а вас тянут тупо в Северную Корею. Ведь, посмотрите, сегодня туда прибыла делегация российских пропагандистов, в том числе с Олечкой, и они просто взахлеб, в частности она, взахлеб рассказывают о том, что жить-то там хорошо. Вы посмотрите, как там жизнь налажена. Там все замечательно, там замечательное фойе в гостинице. Правда, совершенно пустое, там нет ни одного человека, кроме самой Олечки и ее оператора. Ну, пустое, ну, ничего, зато стекло красивое, вот там желтенькое все, так и мрамор красивый такой хороший. И на улицах люди, говорят, довольные ходят, они не выглядят мрачными. И вообще все хорошо у них. Ну, то, что в магазинах пусто, ничего страшного. Интернет у них есть. Она, кстати, не понимает, знаете, разницы между интернетом и интернетом. То есть, когда это внутренний интернет, типа чебурашка. Ну, к чему вас готовят на России? Опять говорю, Северная Корея, да? То ли, если либо это внутренний интернет, либо это интернет открытый всему миру, где тысячи мнений, где люди высказывают свои мнения. Нет, нет, там только, вы же понимаете, там чебурашка полнейшая, да? Севернокорейский вариант. Там все пляжи огорожены, ключи и проволоки. Что я вам хочу? Что я вам тут буду петь песни? Вас готовят к тому, что вы идете в Северную Корею. Ну, а зачем тогда было туда посылать кучу журналистов? Чуть не оговорился. Чуть не назвал эти организмы журналистами. Нет, конечно, есть кучу пропагандистов, которые начали вот освещать Северную Корею, и в захлеб ее хвалить, и выставлять в качестве примера. А знаете, почему они ее выставляют в качестве примера? Да, а все довольно просто. Потому что Северная Корея готова жить под тысячу и одной санкциями. И хорошо живут. Ну, правда, при этом голод периодический каждые 2-3 года, и притом умирает около миллиона человек. Ну, это, чтобы вы понимали, это вообще катастрофа, то, что там творится. И у них нет информации, они, собственно говоря, журналисты. А, да, зато научились хорошо кушать траву. Свежую, сочную, да. Ну, вот такая вот страна. И ее всю пропагандируют. То есть, а зачем пропагандировать Северную Корею? Тут есть... Тут есть две причины. Первая причина. Посмотрите, как вот народ, если он объединен вокруг местной, там, коммунистической, ну, в данном случае, трудовой партии. Какое-то, трудовой лагерь Северная Корея, да? Трудовой партии Северная Корея, если он объединен общей идеей, значит, идея Чучхе, ну, у вас будет, у вас у них там эти самые свои эти, у Чучхе, а у вас Путин, значит, у вас будет идея Пучхе. Да, вот-вот будет, значит, народ, объединенный идеей Пучхе, выживает в условиях санкций, хорошо живет, довольный, и никто не жалуется, естественно, попробуй, пожалуйся, так ты в лучшем случае засвестишь в концлагерь лет на 20 вместе со своей семьей, как семья врага народа. Да, в худшем случае тебя просто, потому что это и лучший случай, потому что прочее, тебя просто расстреляют из миномета, как они любят, да? Вот. И вот к этому вас готовят. Зачем? Зачем тогда туда посылалась эта вся банда? Значит, вот вас готовят к тому, что это хорошо, что Северная Корея может быть образцом того, куда вы, к чему вы идете. А второй момент, ну, посмотрите, вы же еще так не живете, как северокорейцы, значит, у нас все-таки все еще хорошо. А вообще в мире существует всего две или три страны, где нормально живут, четыре даже, я бы сказал, где нормально живут люди, вот с точки зрения кремлевских этих посипак, да? Первая это Россия, вторая это Китай, третья это Северная Корея, и четвертая, естественно, это покоритель космоса вместе с Россией Бурунди. Вот эти вот четыре государства, они живут замечательно, они живут лучше всех, посмотрите, как это здорово, американцы уже укладывают массово чемоданы, едут кто в Бурунди, кто в Северную Корею, пытаются получить визу, им не дают. Вот такое вам будут рассказывать, да. И, судя по всему, это ваше вот незадачливое будущее. Зато хорошо, в свое время посидели дома, на кухнях, были вне политики, и все такое, с чем я вас и поздравляю, но это не точно.